Опыт жизни не стыкуется с научными знаниями. К примеру, скажите, вот вы, что вы сейчас чувствуете? Вы движетесь или сидите спокойно, без движения? На месте. То есть органы чувств сообщают вам, что вы находитесь в реальности статично, без движения, а разум что вам скажет? Информация ложная. Еще в школе мы учили, мы с вами вертимся. Точнее не мы, а Земля вокруг собственной оси, вокруг Солнца и так далее, галактики, версии. Движемся в нелкновенном сложной траектории. Но ощущение, что дают нам приборы наши, полная статичность. Спокой, не движемся. Скажите, Земля плоская или она сферообразная? Чувство скажет плоское. Разум о том, что это сферообразная, пропускнутая сфера. Или вот сейчас вечером на улицу видим и видим звезду. Спросит вас, звезду видите? Видите. Конечно, и вон звезда. Но математический подсчет показывает, что эта звезда давно уже сгорела. Единственное, что до сих пор еще видим, что она светится. Получается, что реальность определяется разумом, а не органами чувств. Но несмотря на это, человек в основном полагается на органы чувств. А ну присмотримся, насколько это действительно помогает понять этот мир. Другими словами, вся ли информация этого мира доступна нашим органам чувств? Позвольте несколько минут уделить этому. Все люди отличаются друг от друга степенью чувствительности своих органов чувств. Одни лучше видят, другие лучше слышат. Вот два студента, знаете, у себя в комнате. Один другому так иначе. Слышишь? Нет, а что? Слышишь? Нет. Послушай. А что такое? Столовую открыли. СМЕХ 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 Однажды я стоял на автобусной остановке, и там стоял, ждал автобуса. Там же ждал автобуса мальчик. Лет восьми, девяти. В тот момент, когда я заметил силуэт приближающегося автобуса, вот этот мальчик произнес, и четверка. Он был слегка ошарашен. Что тут происходит? Я увидел большой автобус, а он увидел номер на этом автобусе. А что это значит? Это значит, что когда он, мальчик, заметил этот автобус, я вообще не подозревал его существованию, у меня очков не было. И если бы мальчик этот произнес, вон автобус едет, я ему что бы сказал, у тебя галлюцинация, пацан, ты чего несешь-то? То есть оказывается, что часть реальности из-за недостаточной чувствительности моего прибора зрения как бы не существует. Хотя оно объективно есть, но для меня не существует. И так не только со зрением, но и с остальными органами чувств. Одни более чувствительны к запахам, с ума сходят, а другие не понимают, о чем тут речь идет вообще. Так со слухом, как у студентов, так и со вкусом, со сезонем. Как результат, часть реальности скрыта от нас. Теперь, если мы сравним человека с животным, то разницы еще гораздо больше есть. Орел видит лучше любого человека, дельфин лучше слышит, собака чувствует запахи и так далее. Шивотным открыта реальность, которая вообще недоступна человеку. Значит, от человека скрыта еще большая часть реальности. Но это еще не все. У человека есть пять приборов для обнаружения мира. Вы обратили внимание, пять. Только пять. А что это значит? Вот вы сейчас музыку, симфонию слышите? Нет. Не слышите? А она тут в комнате. И не симфония, а какофония. Радио называется. Все звуки тут. Только чего не хватает? Прибора его обнаружения. Которого у человека вообще нет. Как он называется? Это называется радиоприемник. То есть реальность существует, но мы о ней не подозреваем. У человека нет встроенных органов чувств, чтобы воспринять весь мир, а только часть его. Но при этом человек уверен, что тот, что он воспринимает, это весь мир. Вот тут ошибка. Ай-яй-яй. Так, кстати, и наука развивалась. Есть в научном мире известная шутка. Представьте себе такую картину, ночь. И мы видим человека, который под фонарем что-то ищет. Его спрашивают, ты что ищешь? Он говорит, ключи. Ты их потерял тут под фонарем? Он говорит, да нет. А почему же ты ищешь тут под фонарем? Он говорит, тут просто видно. Так же и наука. Ищет только там, где доступно. К примеру, астрономы столетия исследовали космосы под фонарем. То есть каждый раз все больше усовершенствовали они человеческий глаз. Это то, что было. И тогда они произвели монокль, потом подзорную трубу, потом телескопы. Не подозревают, что реальность космоса гораздо более сложная. Надо только исследовать тем, чем у человека нет. И только впоследствии, когда стали исследовать космос радиотелескопом, рентгеновским, инфра, то увидели совершенно другую картину. Вся проблема, что мы до конца не знаем, чего мы не знаем. А иди знай, что что-то там может есть. Ведь многое в науке было открыто чисто случайно. Теперь подведем маленький промежуточный итог. Человек действительно способен воспринять только часть реальности. Кто помнит, в учебниках по физике рисовали шкалу электромагнитного излучения. Там и инфракрасные, ультрафиолеты, радиоволны и так далее. Огромная шкала. И там всегда показывали посередине там диапазон восприятия человеческого глаза. Человек способен воспринять только очень узкую часть этого спектра. А все остальное скрыто от него. Итак, вывод. Человек живет с ощущением, что то, что он видит, слышит, это то, что есть. Но не тут-то было. Мир в основном не тут, а за забором чувствительности и восприятия его пяти органов чувств. Получается, что от каждого из нас скрыт огромный мир. Мы его не видим, не слышим, никак не ощущаем, а он тут. Ну, теперь вспомним про тетю Беллу. Тетя Белла, где Бог? Тетя Белла! Так, может быть, Бог там и находится? Скрытым от наших органов чувств в мире? Может быть, он там? А вы так уверены, что его нигде нет? Но она закричит, а какая мне разница? Я же тут живу, в этом мире. Тут я ясно все вижу. Слышу, ощущаю, где он тут. Хорошо, не нервничайте. Но тогда давайте присмотримся к этому открытому для нас миру. Еще чуть терпения. А из чего он состоит? Говорят мыслители из материи и формы. Я только заранее извиняюсь, не пугайтесь. Это тема нескольких занятий, на много часов, требует подготовки. Тем не менее, попробуем сказать это в нескольких предложениях, в надежде пробудить интерес к этой теме. Не более того. Итак, материя и форма. Материю воспринимают чувства, форму воспринимают разум. Начнем с формы. Парадоксально, но никакой формы в мире нет. Это результат долгого процесса накопления привыкания к окружающей реальности. От хаоса полного и до формирования форм. У новорожденного глаза точно такие же, как и у взрослого, но никакой формы для него нет. Мама для него это пятно, и ребенок идентифицирует ее по запаху. И только впоследствии его мозг накапливает информацию, сопоставляет ее, как результат образуется понятие формы в его сознании. Вот смотрите, что это? Стол. Сейчас забежит сюда собака. Для него это стол? Нет. Форма стола и понятие стол существует только в сознании человека. Нет формы в реальном мире без сознания человека. Ну хорошо, вы скажете, это форма, а материя. Она-то есть? Это-то реально? Тоже не совсем так. Так когда-то думали. Знаете, был такой знаменитый астроном, сэр Артур Эдингтон, из Кембриджа. Он прославился среди философов таким вопросом. Вот перед вами тот же стол. Скажите, что это такое? Спросил он. Это предмет домашнего обихода, но это и не более чемная совокупность молекул. Что есть истинный стол? Спросил он. То есть снова то разделение, которое мы сказали. Чувства, воображение человека воспринимают стол как предмет домашнего обихода, а разум понимает, что такое стол, это молекулы. Но мы можем продолжить эту линию рассуждений. Вот стол. Стол, как и любой другой материальный предмет, состоит из молекул. То есть объективно нет стола. А что есть? А есть молекулы. А молекулы есть? Нету. Это условно понятие логическое, не физическое. Совокупность атомов условно называют молекулы. Итак, стола нет, молекулы тоже нет. А что есть? Есть атомы. Я прошу прощения. А атомы есть? Тоже нету. А что есть? Есть видимость атома. А сомат. А там есть? Так. А. Продолжение следует...